Почти все анапчане, занятые в торговле, проведут профессиональный праздник на рабочем месте. Ведь курортный сезон в разгаре, и гости, то есть покупатели и потребители услуг, продолжают пребывать в Анапу. Но особо отличившиеся сотрудники этой сферы смогли почувствовать приближение праздника. Их торжественно поздравили на приеме в администрации города. Курорт развивается, наши объекты тоже развиваются. И бюджетнообразующие курорты Анапы как раз таки и есть в большей степени в процентном соотношении. Это торговые объекты, которые сегодня и осуществляют свою деятельность на территории курорта. В преддверии наступающего праздника, Дня работника торговли, хочу всех поздравить с праздником, пожелать крепкого здоровья, успеха в работе и не останавливаться на достигнутых успехах. Всем спасибо, с праздником! Отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам отрасли. Именно они в свое время приложили все силы для развития торговли в Анапе. Сейчас наставники подрастающего поколения не устают удивляться переменам. Когда я приехала в Анапу, это был 1953 год. Даже машин не было. Вся торговля, в общем, на лошадях. И уже потом стало появляться. Сейчас уже невозможно зайти в магазины. Такое изобилие. Раньше, честно говоря, этого не было. Я зашла в парфюмерный магазин, такой ассортимент. А мы раньше, под 8 марта, разбирали все буквально. Даже нечего приходили, нечего было предложить. Меняется не только ассортимент на прилавках, но и внешний вид торговых точек. Они становятся стильными и современными. А высокая конкуренция в отрасли, без сомнения, ведет к повышению качества обслуживания покупателей. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.